Готовка Это талант или искусство? Моё мнение, что научить, наверное, можно любого Кто главный на кухне в доме повара? В нашей семье готовлю только я И каким должен быть новогодний стол? Приготовила, наверное, более 24 видов блюд Это и не только Смотрите прямо сейчас Это Оливье Шоу Кулинарная программа на Бобруйск-360 Сегодняшний выпуск точно поможет вам удивить гостей Меня зовут Карина Гуревич И я ничего не понимаю в еде Но рядом со мной всегда будут люди Которые точно знают толк о новогоднем столе Сегодня у нас в гостях Кристина Лейко Первоклассный повар и мастер торгово-экономического колледжа Кристина, привет! Что сегодня мы будем готовить? Сегодня мы будем готовить традиционное блюдо Новогоднее Оливье Но технология приготовления и подача у нас будет совершенно иная Так, и чем она будет отличаться от классического нам всем знакомого Оливье? Она будет в виде роллов Оливье носит имя своего создателя Придумал салат московский повар французского происхождения За границей блюдо до сих пор называют русским Вначале выглядел он совершенно иначе, чем сейчас В там ходили рябчики, куропатки, вареный язык, шейки раков, икра Рецепт изменился в 20-е годы 20-го века с приходом НЭПа Из него исчезли все дорогие ингредиенты И заменились на картофель, морковь, яйца, курицу, маринованные огурцы, яблоко и зеленый горошек Современный салат Оливье истории происхождения обязан отечественной войне Из-за дефицита продуктов курицу заменила дешевая вареная колбаса Ингредиенты для салата Оливье классические Это отварная, предварительно морковь, картофель, яйцо, ветчина, лук, майонез, ну и, конечно же, горошек Ну, я вижу ветчину вместо колбасы, да И какую-то неизвестную мне траву Как вы думаете, что это такое? Не знаю, но я точно видела что-то подобное у мамы в огороде Так, это называется микрозелень Это горошек, зеленый горошек, да Микрозелень не только модна и красива, но и очень полезна Давайте натрем картофель Так, а я в это время нарежу морковь Поварское – это талант или этому можно научить прям любого? Может, у вас есть какие-то ребята, вот прям кому не дано? Ну, вы знаете, что ситуации бывают разные В моем случае это талант То есть я готовлю уже с раннего возраста Ну, мое мнение, что научить, наверное, можно любого Но есть исключения Есть учащиеся, которых учишь-учишь три года По истечению трех лет они сдают выпускной квалификационный экзамен Им дается на выбор блюда Холодная закуска, горячее блюдо И они самостоятельно готовят Есть учащиеся, которые на экзамене, готовя самостоятельно Ну, не обладают совершенно никакими навыками Ну, это исключение У меня был один такой случай Ну, а это зависит от того, что человек просто мало времени уделял изучению, практике Или, ну, вот просто ему... Ну, скорее всего, это просто не его Готовка или профессию он не ту выбрал, не знаю От чего это зависит И куда по итогу отправился человек? Работает официантом Мы же учим на две специальности То есть это сразу две специальности человек получается? Да, две специальности Три года, два года мы обучаем по профессии повар Третий курс, они изучают профессию официант И у ребят есть выбор, куда пойти В этом году Торгово-экономический колледж отметил 75 лет со дня основания Учреждение прошло путь от школы торгово-кулинарного ученичества до 226-го училища Сейчас здесь готовят кондитеров, официантов, поваров, продавцов и товароведов Ежегодно выпускают две сотни специалистов Как проходит процесс обучения? То есть ребята приходят на первый курс С чего они начинают? Каких-то закусок, может быть, там, не знаю Их учат нож держать правильно Как это работает? Для начала учащиеся изучают теоретический материал На практике, да, изначально мы учим Обработка овощей, нарезка овощей, самое элементарное Сколько времени на это уходит? На первом курсе, первое полугодие, две недели практики За две недели они изучают нарезку овощей, обработку рыбы, обработку курицы, мяса Ну а есть такое, что ребята неправильно держат нож Да, в основном так и есть Есть ребята, которые верят в себя, наверное, на первом курсе Хотят показаться профессионалами Начинают очень быстро резать Ну и, конечно, получают травмы Поэтому техника безопасности в нашей профессии самое главное А насколько вообще имеет значение какой это нож? То есть принципиально, ну там, понятно, острый, но форма Да, да Ну то есть есть же нож для нарезки овощей Есть нож для чистки овощей, маленький, да, например И для нарезки, там, например, мяса уже свой нож Форма другая Кухонный нож, как отдельный подвид, появился сравнительно недавно Примерно тысячу лет назад До этого орудие делилось всего на две категории Боевые и домашние Первые клинки, которые использовались только для готовки Появились во Франции в 1637-м Кардинал Ришелье приказал скруглить у кинжалов острые кончики До этого в ущерб хорошему тону ими нередко ковыряли в зубах Сейчас можно насчитать десятки видов ножей Для хлеба, мяса, рыбы, овощей, для очистки кожуры, нарезания пиццы, топорик Нож, который у тебя в данный момент в руках, для чего он? Ну вот им очень удобно нарезать То есть здесь вот, обратите внимание, большая пяточка И то есть рука у меня, ну как бы не дотрагивается до доски, мне удобно А может есть какой-то совет для наших зрителей, как правильно выбрать нож? Может ли хороший нож быть дешевым и где его лучше покупать? То есть это должен быть специализированный магазин или в принципе... Ну нет, я не думаю, что это должен быть специализированный магазин Сейчас большой выбор кухонной утвари Очень хорошего качества и в принципе бюджетно Ну нужно выбирать нож, конечно, по своим, наверное, каким-то предпочтениям Можно купить 10 ножей и ни один не будет удобный Давай начнем формовать наши роллы У меня вот есть такое приспособление, которое называется «Циновка для ролл» И с помощью нее мы приготовим наши роллы Оливье Ребята заканчивают первый курс, то есть какие-то основы постигают Когда они уже начинают полноценно готовить какие-то блюда И может быть к третьему курсу там уже чуть ли не до звезды Мишлена Там один шаг, как это работает? Ну мы отправляем учащихся наших на практику, на производство Ну и там, начиная где-то со второго курса, да, они уже готовят блюда полноценные А где проходят практику? Во всех заведениях города Бобруйска и не только То есть ребята сами выбирают, да, куда пойти? Ну да, в принципе, если у кого-то есть такое желание, вот именно там У меня был учащийся, он целенаправленно пришел к нам учиться Он именно хотел быть поваром И уже с 9 класса, то есть он еще учился в школе Он знал, что пойдет работать в Минск, в определенный ресторан И с первого курса он шел к своей цели По истечению трех лет, да, то есть я созвонилась с шеф-поваром этого ресторана Прорекламировала своего учащегося И да, до сих пор он работает в этом ресторане уже лет 5 Ну и, конечно, он приезжает раз в год ко мне, хвастается своими результатами Насколько часто ты слышишь фразу Ты же повар, приготовь, ты же повар Почему бутерброды, ты же повар Насколько часто слышишь? Ну, частенько бывает, особенно от родных и близких То есть, например, шашлык, как говорится, да, готовит только мужчина Нашей семье готовлю только я Дома всю готовку на тебя скидываешь? Ну, супруг, конечно, мне помогает Ну, это так, на подхвате только овощи почистить или порезать А так, конечно, я Но готовка для меня это не какой-то там труд Это, ну, как медитация для меня То есть, нет такого, что усталость, а готовить сегодня не буду? Ну, бывают такие какие-то периоды, что, ну, сегодня нет настроения или еще что-то Но в основном готовить для меня, ну, я люблю очень готовить Все-таки я считаю, что оливье должен быть на каждом столе новогоднем Давай теперь мы оставим в покое наш ролл И приготовим украшение для блюда И нам нужно три самых простых ингредиента Хорошо, что это? Так, это вода Она у меня уже подготовленная 80 миллилитров воды 10 грамм муки И 30 грамм масла Ну, чтобы наше украшение было яркое, красивое, новогоднее Добавим капельку красителя Как будет выглядеть в этом году твой новогодний стол? Новый год мы планируем встретить в узком кругу Но, несмотря на это, я всегда стараюсь, чтобы был очень огромный выбор блюд Ну, обязательно, да, обязательно на несколько видов салата Классическая сельдь под шубой я очень люблю Ну, я так понимаю, стол будет вот как мы любим Беларусь так, чтобы хватило еще на две недели Я как-то позвала очень много гостей Приготовила, наверное, более 24 видов блюд 24 вида? Да, да Достойно Старалась, да, старалась удивить Не приготовила оливье И первый вопрос был, а где оливье? Где оливье? Поэтому теперь оливье я готовлю всегда Тщательно перемешанные ингредиенты просто выливаем на хорошо разогретую сковороду Прям зашипело Какой цвет Такой морской самый малый Это волшебство Украшение у нас готово Так, аккуратно перекладываем на тарелку Нарезаем наши роллы Тут самое главное, конечно, острый нож Как видите, элементарное блюдо Но если так приготовить, то я думаю, что каждый захочет в этом году на столе видеть в своем оливье Все очень вкусно Прям класс Я думаю, обязательно, 100% это будет на моей кухне Я, наверное, чуть-чуть потренируюсь заранее, да, чтобы это выглядело практически так же красиво, как у тебя Я думаю, даже мою маму с многолетним опытом готовки такое блюдо поразит Спасибо большое, что пришла, особенно с таким необычным рецептом Я думаю, наши зрители в полном восторге, как и я Это оливье шоу, кулинарная программа на Бобруиск 360 Все наши выпуски можно найти на YouTube-канале Подписывайтесь, ставьте лайки И до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok